Утро от первого, мы на месте. Тринанс за рвотом, включили до тускового пояса. Изов принят, уезжаем. За сутки в городе зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 17 человек. Накануне в 6 часов утра аварию полицейские зарегистрировали на углу улиц модели Кужай-Дулати. Здесь столкнулись автомашины Митсубиси Галлант и микроавтобус Газель 96 маршрута. Как рассказали очевидцы, Газель шла по второстепенной дороге улицы модели Кужа, а Митсубиси по главной дороге улицы Дулати. И столкновение произошло в центре перекрестка. По Астраханцево Митсубиси спускалась по Карла Макса. Мне брат сказал, так я тоже подъехал. Пострадавшие видели вы? Пострадавшие в честеро тяжелом состоянии, которые на Митсубиси были. Водитель тоже забрали в скорой. Газель тоже? В скорой забрали. Я приехал, уже водителя не было. Газели. В момент столкновения на перекрестке не работали светофоры. И согласно правилам дорожного движения, водители должны были его проезжать, ориентируясь на знаки дорожного приоритета. То есть Газель должна была пропустить легковую автомашину. В результате этого ДТП всего пострадали 6 человек. Сейчас точные причины и степень вины водителей устанавливают дознаватели административной полиции. Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 5 часов утра на улице Сайрамской. Здесь водитель автомашины Мерседес-Бенц, двигавшийся со стороны Манкенского шоссе по направлению к улице Валиханово, не справившись с управлением, врезал стоявшую на обочине автомашину и вылетел на полосу встречного движения. Чтобы извлечь из покореженного автомобиля водителя и пассажира, пришлось вызывать спасателей специального отряда департамента ПЧС. На место ДТП приехали дорожные полицейские, которых в автомашине ожидал сюрприз. Целый арсенал оружия, происхождение которого вызвало у специалистов горячие споры. По словам очевидцев, водители и пассажир находились в нетрезвом состоянии, но более точную причину ДТП будет выяснять экспертиза. В результате аварии водители и пассажира с травмами различной степени тяжести врачи доставили в больницу скорой медицинской помощи. Последние дни штормового ветра спасателям отдельного отряда ПЧС доставили много работы. В день на ликвидацию последствий спасателям пришлось выезжать более 20 раз. Работать приходилось и днем, и ночью. Так, 12 числа в 19.35 с просьбой о помощи к специалистам отряда обратились жители 184-го дома по улице Валиханово. Как сообщили горожане, сильный порыв ветра сорвал часть кровли. Пятиэтаж яна свисает вниз, угрожая покалечить людей. На место происшествия выехала бригада оперативно-спасательного отряда в количестве шести человек и одной автомашины. Используя альпинистское снаряжение, спасатели под сильными порывами ветра, соблюдая все меры предосторожности, спустили кровлю на землю, предварительно разделив ее на части. В этом происшествии никто не пострадал. Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом задержали 49-летнего жителя Кызаларды по подозрению в незаконном хранении наркотиков. 12 мая в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Допинг» сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом на Тамерлановском шоссе остановили автомашину марки BMW под управлением жителя Кызалардинской области, 62-го года рождения. Во время обыска у пассажира данной автомашины 1965 года рождения, а также жителя Кызалардинской области, полицейские обнаружили в карманах брюк полиэтиленовый сверток с наркотическим веществом, похожим на героин. Согласно судебно-криминалистической экспертизе, изъятое вещество является героином, вес которого превышал 45 грамм. Как установили полицейские, задержанный ранее уже был дважды судим за хранение наркотиков. Этот же героин, по словам подозреваемого, он приобрел для личного употребления у ранее знакомого человека. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 259 Уголовного кодекса хранения и перевозка наркотических средств. Задержанный заключен в изоляторе временного содержания. Всего же с начала этого года полицейские уже раскрыли 93 преступления, связанных с наркооборотом. Из них 10 фактов хранения и 78 сбыта наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено свыше 50 человек, а общий вес изъятых наркотиков составил 22 килограмма 400 грамм. Продолжение следует...